Всем привет, с вами МорфВК и сегодня у нас в программе обзор на крейсер Сталинград, е-мое. Корабль, который получился такой же устойчивый к натиску противника, как и одноименный город. Вот реально в Сталинграде лично для меня нет вообще ярких никаких минусов. Это просто шедевральнейший крейсер, который при этом совмещает в себе способности линкора. Для начала пройдемся немного по характеристикам этого чуда корабля. В первую очередь живучесть у корабля превосходная. Здесь огромный запас очков боеспособности, который практически гарантирует, что быстро на спорт никто не отправит. Эту мысль также подкрепляет хорошая броня и неплохое ПТЗ для крейсера. Совокупность этих факторов позволяет выживать в бою долго, а чем дольше мы живем, тем лучше раскрываем и больше наносим урона артиллерией. Не как у линкора, но и другим крейсерам до такого калибра далеко, из-за чего корабль занимает промежуточное звено, и это накладывает свой отпечаток. Выражается это в том, что у нас долгая перезарядка, и башни, которые вращаются, не очень-то быстро по меркам крейсеров. Но при этом снаряды обладают высоким уроном, а фугасы имеют приличный шанс поджога. Стоит также отметить высокую базовую дальность стрельбы, которой мало кто обладает из крейсеров, и ее вполне хватает для боя. В итоге получается, что у ГК есть минусы, но есть и плюсы, и лично для меня они прикрывают недостатки орудий, потому что урон Сталинград наносит очень даже хорошо. При игре не возникает чувства, что ты стреляешь в пустоту. Конечно, бывают иногда неудачные залпы, но в целом, если ты кого-то атакуешь, то видишь, как противник теряет свою боеспособность. И это дарит свой кайф, ты выходишь реально в бой с уверенностью, что все у тебя будет хорошо. Отдельно хочется обсудить выбор типов снарядов при игре на этом корабле. Лично я даю полное предпочтение ББшкам, потому что фугасы меня абсолютно не впечатлили. Возможно, не было ситуации, когда они бы пригодились. Но в те моменты, когда я ими стрелял, то урон они наносили небольшой, при большом количестве попаданий при этом. А пожары, несмотря на шанс, не прокали. В итоге на контрасте залп ББшек в нос, даже линкору, приносил больше урона, чем фугасы. Поэтому для меня бронебойки стали приоритетнее. Да и бой, который я вам показываю, был полностью проведен именно на этих снарядах. Поэтому обращайте внимание, какие вылетают цифры урона в разных ситуациях. Поверьте, тут будут моменты, достойные внимания. А мы переходим к следующим характеристикам. ПВО Сталинграда довольно мощное. Ауры дальнобойные и с приличным уроном. А главное, что выбиваются они довольно долго, из-за чего в бою всегда есть возможность сбивать самолеты. Все это великолепие усиливает расходник за градительный огонь. Из-за чего отбиться от авиации, а иногда прикрыть союзника, не составляет труда. Тем не менее, как бы не было сильно ПВО, главное, что может помочь уменьшить вероятность получения урона, это маневренность. И с этим параметром у данного крейсера особых проблем нет. Скорость хода высокая. Сама скорость набирается очень быстро. И корабль мне показался весьма шустрым. Сменить фланг, разорвать дистанцию с противником или догнать кого-то можно без особых сложностей. Тем не менее, есть небольшие нюансы, а именно корабль обладает далеко не идеальной циркуляцией и временем перекладки рулей. С циркуляцией, конечно, ничего не поделать, но вот время перекладки рулей можно улучшить модернизациями. И вот после таких манипуляций с ними выходит, что маневренность смотрится очень даже неплохо. Корабль отзывчив в управлении и достаточно быстрый, из-за чего управлять им приятно, и можно минимизировать урон, уклоняясь на дистанции от вражеских залпов или резко появившихся торпед. Не всегда, конечно, но если угадывать возможные пуски, то уклоняться выходит весьма недурно. Последний параметр, про который можно поговорить, это маскировка. Правда, говорить тут особо не о чем. Сталинград крупный корабль и светится очень сильно, поэтому вариантов лично я вижу два. Первый, это ничего не делать с маскировкой вообще, и смириться с тем, что все будут нас видеть очень рано, и стоит готовиться к тому, что нам придется уклоняться от вражеских залпов с первых минут боя, потому что под фокус нас берут все и с большой любовью, но такой вариант какой-то слишком уж хардкорный. Лично для себя я выбираю второй вариант, что улучшать маскировку надо, но не полностью. Стоит немного улучшить данный параметр перком капитана. Может возникнуть, конечно, вопрос, почему именно перком, а не модернизацией, но ответ на него прост. Модернизация на маскировку находится в слоту с модулем на рули, который очень сильно улучшает время перекладки, собственно, рулей. Выбор, конечно, за вами, но я всегда был за маневренный бой, поэтому не изменяю этой традиции, и считаю, что терять маневренность в угоду маскировке не стоит. Тем более перк на маскировку вполне справляется и делает нас менее заметными. С ним уже не светимся на всю карту, и можно подходить поближе к нам в начале боя к точкам, или отсвечиваться на дистанции. Да и в конце концов мы начинаем пересвечивать многие линкоры или крейсера без маскировки, что в свою очередь приводит к большему числу различных игровых ситуаций в бою. По ТТХ Сталинград смотрится очень даже хорошо. У него нет ярких минусов, которые мешают играть, а плюсы действительно перекрывают недостатки. В бою это грозный корабль, который может давать отпор любому противнику. Этому способствует довольно широкий выбор расходников. У нас есть практически все, что нужно для комфорта. Авиацию мы сбиваем, и заградка увеличивает наши шансы на успех в данном мероприятии. Эсминцы мы можем подсвечивать за счет РЛС, и это делает нас очень полезным и важным в боях с большим количеством данного класса. Крейсера мы превосходим по броне, из-за чего бороться с данным классом не так уж и сложно. Конечно, много факторов может повлиять на исход противостояния, но в целом, лично я считаю, что шансы уничтожить любой крейсер в артиллерийской дуэли у нас высокие. До линкоров мы не дотягиваем по броне, но у нас более скорострельная ГК, из-за чего есть некий паритет. Выживаем мы похуже, но за счет больше скорострельности и лучшей маневренности у нас есть действительно шанс уничтожить и любой линкор. Стоит отдельно выделить модернизации. Которым лично я отдал предпочтение. В первый слот я поставил основное вооружение модификации 1. Данная модернизация делает наши башни более живучими, а это весьма важно, потому что остаться без вооружения в бою – самая главная проблема. Второй слот довольно вариативен. Тут все зависит от ваших возможностей. Лично я поставил поисковую РЛС. И это лучший выбор, как по мне, но имеет право на жизнь вариант с заградительным огнем ПВО, если вы уж совсем презираете авиацию противника. Или более простой и доступный любому игроку вариант – система борьбы за живучесть, которая снизит вероятность пожаров, что в свою очередь неплохо. В третьем слоту есть также альтернатива. Я сделал выбор в сторону ПВО модификации 2, которая увеличивает дальность аур. Потому что чем дольше вражеские самолеты в наших аурах, тем больше шансов, что мы их собьем. Второй вариант – это система наведения модификации 1, которая улучшает нашу точность. Но лично я не испытывал каких-то проблем с точностью, поэтому считаю ее менее приоритетной. В четвертом слоту также есть где разгуляться, но мой выбор пал на рулевые машины модификации 2. Как уже говорил выше, улучшение маневренности никогда не бывает лишним, а меньшее время перекладки рулей заметно повышает отзывчивость корабля в бою. В пятый слот ставим рулевые машины модификации 3, тем самым снова улучшаем время перекладки рулей. Вариант с маскировкой тоже имеет право на жизнь, но это, как говорится, уже на вкус и цвет. Я акцентрировать на этом снова внимания не буду. Шестой слот также вариативен. На мой взгляд, наибольшую эффективность для корабля приносит установка орудий главного калибра модификации 3, потому что чем чаще мы стреляем, тем больше урона наносим и влияем на бой. Можно также улучшать дальность стрельбы, но лично мне такой вариант не особо нравится. Причина тому проста – с большой дистанцией сложнее попасть, и можно упустить возможность для быстрого и эффективного раша. Да и базовая дальность 20 км позволяет подобрать нужную дистанцию для любого боя. Ну и третий возможный вариант – это модуль на ПВО, если уж опять совсем ненавидите авианосца. Но это крайне негативно скажется на наносимом уроне. Да и авики не всегда в бою. Не менее важен выбор перков капитана. Я дал предпочтение такой последовательности, но тут стоит учитывать один момент. Капитан у меня уникальный Виктор Знаменский. Соответственно, я планирую брать все его улучшенные перки. Первым перком берем Мастер Заряжающий, который иногда помогает сделать быструю перезарядку снарядов для более удачного залпа. Вторым перком Отчаянный, который никогда не бывает лишним на кораблях с крупным калибром и долгой перезарядкой. Третьим перком берем Супер Интендант, ведь больше расходников позволяет активнее их использовать в бою. Четвертым перком берем Мастер Маскировки, который поможет уменьшить нам засвет, и после радуемся жизни, что мы и не светимся первые. Пятым перком берем Ручное Управление ПВО, которое заметно прибавит нам сил против авиации. Шестым перком берем Мастер Наводчик, который позволит нашим башням вращаться шустрее, и мы сможем более быстро реагировать на появившиеся корабли в засвете. Седьмым перком берем Повышенную Готовность, которая уменьшит время перезарядки аварийной команды почти до 45 секунд. Восьмым перком берем Профилактику, уменьшаем в себе вероятность критических повреждений важных частей корабля. Стоит также выделить основные, на мой взгляд, сигналы, которые могут оказывать существенную роль в бою. В первую очередь это Джульет Чарли, потом Инди Янки, Индия Дельта, Сьерра Майк и Новэмбер Фокстрот. Такой выбор перков, модернизации сигналов позволяет усилить все лучшие стороны корабля. Остается лишь завидовать счастливчикам, которые его получили, знатно попотеп в клановых войнах. А большинству игроков нужно знать о его способностях и всегда оценивать риски, которые могут быть в противостоянии с ним. Сталинград вышел действительно сильным кораблем, который в умелых руках даст жару любому противнику. Показанный бой очень хорошо демонстрирует силу и мощь данного крейсера. То, как он может противостоять и уничтожать корабли противника и влиять на бой. Выходить из критических ситуаций победителем, потому что противник недооценивает нашу силу. Даже практически уничтоженный, он остается опасным и может очень сильно наказать подставляющегося противника. Сталинград силен, но не уязвимый. Главное опасность для него это только плотный фокус. Поэтому балансирование на средней дистанции открывает для данного корабля окно больших возможностей, а для игрока масса фана и приятных впечатлений в бою. Ну, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Встретимся в боях на просторах рандома. Субтитры сделал DimaTorzok